здравствуйте мы прослушали замечательную лекцию александра о генетических заболеваниях поэтому такое событие как беременность нужно планировать поэтому я как врач-гинеколог расскажу вам о контрацепции на сегодняшний день существует очень много различных методов которые существовали всегда и все их великое множество можно разделить на естественные методы что все знают но не все знают как это правильно называется это метод прерванополого контакта календарный метод лактационной аминарии ну и другие и искусственные среди них выделяют физические методы это барьерные такие как презервативы мужские и женские диафрагмы колпачки внутриматочные спирали и химические методы к ним относятся гормональные контрацептивы спермициды ну и существуют методы которые объединяют несколько форм например внутриматочные спирали содержащие гормоны презервативы содержащие спермициды когда перед любым из нас стоит вопрос о нет о выборе метода контрацепции нужно ответить на на два вопроса об эффективности метода его безопасности во всем мире принято оценивать эффективность метода с помощью коэффициента индекса перля коэффициента неудач названа в честь биолога перля оно измеряется в числовом значении это количество незапланированных беременности за год у женщины которые используют определенный метод контрацепции причем обычно указываются 2 2 значения через дефис первое это при правильном использовании метода а второе значение при погрешностях в использовании метода одним из самых известных методов контрацепции которые относятся к искусственным физическим методам контрацепции это презервативы впервые упоминание об этом методе еще можно найти в древнеегипетских разных записях где они понятно изготавливались не из латекса изготавливались обычно из материалов которые были доступны это или кишечник животных или какие-то позднее вообще-то бумажные материалы вот один из считается первым презервативом это презерватив как бы кожаный мешочек тутан хамона был найден в его гробнице хранится в музее в каире ну то есть мы тут видим примеры презервативов из разных материалов они носили декоративный характер в советском союзе где секса не было презервативы были всегда это было резиновое изделие номер два после номер один это противогаз вот и что надо сказать индекс терля у презервативов от 2 до 18 то есть два это при правильном использовании то есть две беременности за год у женщин которые использовали данный метод 18 при неправильном что нам сделать чтобы повысить этот индекс нужно соблюдать некоторые правила во первых всегда надо читать инструкцию ко всему что для презервативов они сделаны из латекса поэтому он имеет особо особенные требования к его хранению вообще хранение это надо проверять срок годности от 3 до 5 лет как правило они когда пока попадают в киоске или в аптеке уже минус один год вот плюс латекс он хранится от 0 до плюс 25 градусов в темном месте без прямых попаданий солнечных лучей надо подумать где такое место подходящее то есть хранение сказали и правильное использование то есть если правильно подбирается по размеру надевается в нужный момент то в принципе индекс перли близится к двум к женским барьерным методом которые не столь популярны они были тоже всегда они были из различных материалов как мы видим относятся женские презервативы или диафрагмальные различные колпачки принципе индекс перли несколько выше от 6 до 20 они также сама сделаны из латекса поэтому в принципе требования те же единственное что трудности в использовании так как нужно вот эти диафрагмальные колпачки они одеваются как бы на шейку матки они не необходимо их подбирать лучше врачом и неудобность в том что извлекать их может через шесть часов после полового контакта но не позже чем сутки то есть в принципе это чуть чуть неудобно поэтому принципе у нас распространен первый метод спермициды спермициды их великое множество это химические вещества которые либо замедляют целью их является как бы обездвиживание или инактивировать сперматозоид они также наряду с презервативами презервативы это как бы единственный метод контрацепции который позволяет еще защитить себя от инфекции передаваемых половым путем вот спермициды они снижают в четыре раза вероятность как бы активность этих возбудителей вот существовали тоже всегда причем тут как бы у каждого народа и были свои методы вот отличалась этом географическим регионами и наверное фантазии местного населения так как это были либо вяжущие вещества либо вещества закисляющую среду влагалища в которых спермитоцид сперматозоиды двигаются медленней то есть это были либо отвары коры красного дерева у индейцев отвары липы такие средства у в древнем египте это крокодили навоз в индии это суонов навоз в древнем риме они использовали свинцовые белилые квасцы то есть вяжущие они закрывали цервикальный канал что кстати было небезопасно для здоровья но на руси local knowledge это было использование мочи которая закисляла среду вот на сегодняшний день все намного проще существуют фармакологические препараты это гели таблетки пенящиеся там даже губки которые содержат химические вещества которые в принципе от последнего поколения за 10 секунд может убить сперматозоид ну инактивировать его индекс перли от 3 до 21 с чем это связано четкое следование инструкции то есть многие из нас не читают но к этому методу это особо имеет значение так как указано за за какое время до и через какое время как бы гигиенические процедуры можно применять многие это нарушают в большинстве случаев не рекомендуется сразу гигиенические процедуры любое погружение в воду после потока спермациды они вымываются затем для каждого полу контакта новая доза вещества и надо есть определенная временной интервал чтобы началось действие и в принципе большинство спермицидов даже сами рекомендуют сочетать их другими противозачаточными средствами вот ну вот последнего поколения они в принципе позиционируют себя как самостоятельно но все-таки они пишут в аннотациях что подходит как дополнительная защита при лактационной аминареи вот таким образом внутриматочные спирали тоже существовали всегда предстоит представляет собой внутриматочную систему которая вводилась в полость матки это были либо ниточки либо из других материалов это даже такие какие-то чуть страшные формы то есть такая эволюция спирали в настоящее время это такая t-образная система какой принцип действия спираль представляет собой инородный предмет в полости матки то есть он полностью закрывает эндометрии не дает ему разрастаться и становиться достаточным для имплантации туда ободотворенной яйцеклетки плюс спираль она приводит к тому что матка она пытается как бы избавиться от инородного тела и маточные трубы они они в норме двигаются они сильнее начинают двигаться и яйцеклетка ободотворенная линия подотворенная вылетает не успевая имплантироваться в эндометрии кроме того спираль вызывает астептическое воспаление что это значит то есть матки развивается воспаление но без инфекции когда мигрирует множество разных иммунных клеток и они тоже не дают прикрепиться под отворенной яйцеклетки но внутриматочная спираль относится к так называемым абортивным методом контрацепции потому что по сути дела как бы подтвердение может происходить потому что она происходит в трубе и внутриматочная спираль не защищает от внематочной беременности но такая вот беременность она как бы выходит не прикрепляется в полость матки какие тут есть права индекс спирали мы видим уже достаточно высокие от 0 9 до 3 это преимущественно принципе для рожавших женщин затем устанавливается только врачом определенные дни менструального цикла перед этим женщина должна быть обследуема и ежемесячно женщина сама должна обучаться как себя правильно вести с данной спиралью и что я хочу сказать какие есть минусы значительно этого метода ну плюсы что это раз и на пять лет главное не забыть про нее от пяти до семи лет как бы женщина защищена вот но минусы в том что во первых многие забывают проверять есть она или нет то есть происходит экспульсия спирали потом у нас беременности со спиралью во вторых спираль это такие ниточки по которым инфекция слагались и поднимается в матку то есть она повышает риск воспалительных заболеваний и плюс все-таки у женщин у которых беспокоили обильные менструации данный метод контрацепции может их усилить потому что матка она как инородное тело менструации они могут становиться более обильными и болезненными гормональная контрацепция гормональная контрацепция как бы стала таким глобальным событием в нашего века так как она позволила как по словам иконами это одно из семи чудес современного мира вот такое понятие как репродуктивный менеджмент за не женщина может сама планировать время когда в своей жизни когда она занимается карьерой когда она беременеет вот единственное что мы знаем что контрацептивы не защищать инфекции передаваемых половым путем поэтому это ну как бы метод контрацепции подходит женщинам у которых один половой партнер вообще гормональные контрацептивы принцип их действия они содержат два гормона 1 2 фазы менструального цикла смысл в таком что они не создают в организме колебаний которые нужны для созревания яйцеклетки яичники спят в организме женщины просто происходит такая менструально подобная реакция никаких созревания яйцеклетки овуляции и беременности то есть там не происходит существует разные формы есть пластыри гормональные есть инъекции есть таблетированные наиболее широко есть гормональное кольцо которое девается на шею куматки какие правила во-первых назначается подбирается индивидуально врачом то есть тут не подходит что я вот моя подружка пьет она мне посоветовала это хорошо я тоже буду пить подбирайте индивидуально с учетом менструального цикла с учетом каких-то проблем гормональных которые присутствуют потому что контрацептивы они относятся к еще и к лечебно профилактическим способу контрацепции так как они позволяют профилактировать ну вот они на 12 процентов снижают наступление рака яичников рака эндометрия и колоректарного рака это рак связаны с толстым тонким кишечником и кроме того они позволяют вот устранять там обильные болезненные менструации но все побочные как бы неблагоприятные их эффекты головные боли или там снижение либидо это нужно неправильно подобранный препарат зачастую четкое следование инструкции учет противопоказаний я чуть чуть поговорю про это и правила пропущенных таблеток это метод требует самоорганизации пить нужно не как витамины то есть вспомнил выпил не выпил ничего страшного надо пить каждый день и желательно в одно и то же время как бы если забыли то существуют целые там правила пропущенных таблеток и рекомендуется при этом дополнительно предохраняться это я привела пример внутриматочная спираль содержащий гормон насчет противопоказаний на сегодняшний день существуют медицинские критерии приемлемости методов контрацепции выпущены его с 2015 году то есть четкие критерии по которым женщине можно их применять или нельзя почему нельзя самой себе назначать потому что на сегодняшний день активно изучается риск тромбозов у женщин которые используют контрацептивы так как известно что они повышают но действуют на компоненты свертывающей системы крови и в принципе в два-три раза повышают риск возникновения тромбозов то есть риск инфарктов инсультов у женщин принимающих их кроме того у женщин курящих повышается в 30 раз то есть принципе курение можно отнести к относительным противопоказаниям применения оральных контрацептивов кроме того нужно внимательно отнестись то есть врач когда вы приходите к врачу желанием принимать оральные контрацептивы детально детально изучить анамны существует такая как врожденной тромбофилии когда генетически повышена склонность тромбообразований и на фоне контрацептивов она может манифестировать вот поэтому тут тоже надо очень грамотно к этому подходить и хотя бы сдать колагограмму перед ну и вообще неплохо обследоваться перед назначением контрацептивов еще из таких действий контрацептивов они повышают инсулинорезистентность то есть не восприимчивость клеток действию инсулина но принципе у человека не больного это не отражается никак но у женщин у которых в анамнезе у родственников есть сахарный диабет или у которой есть скрытая инсулинорезистентность это может оказаться значительным далее они влияют на метаболизм в печени и на холестаз у женщин с то есть надо обязательно сдать биохимические как бы параметры чтобы оценить их можно или нельзя применяться вот ну и насчет прибавки в весе то есть тут если как бы поправляются не от таблетки от того что мы едим то есть рекомендовать низкокалорийное питание то в принципе если правильно подобранный контрацептив прибавки в весе не должно быть но на метаболизм они оказывают влияние и тут еще психологический фактор почти все уверены что если не принимают контрацептивы то у них они должны поправиться экстренная контрацепция то есть индекс перли от 1 до 2 это существуют таблетированные препараты которые содержат высокую дозу гормона если произошел незащищенный полой контакт они позволяют предотвратить нежелательную беременность правило в течение 72 часов после полового контакта и не применять регулярно так как они все-таки могут значительно нарушать менструальный цикл метод лактационной аминареи индекс перли от 2 до 3 ну вкратце это считается что женщина которая кормит грудью она не может забеременеть это правда но если это первые шесть месяцев если женщина кормит регулярно каждые три часа и при этом хотя бы два кормления ночных календарный метод контрацепции индекс перли от 25 до 40 в принципе как называют людей которые используют данный метод обычно родителями поэтому поэтому это надо про если решили это делать то это надо делать судно правильно если потом будет время я расскажу как но и в принципе если что быть готовым стать родителями прерванный полой контакт индекс перли от 4 до 18 в принципе достаточно широко использованных метод но как бы нет таких широкомасштабных рандомизированных исследований но многие уроки урологи сводятся к тому что для мужчины это не очень полезно вот так что любовь это соединение души ума и тела следите за очередностью да что именно споседа методом контрацепции я думаю что они сравнивали но тут тут нет самого внушения зависит все таки это процесс физиологические ободотворения как бы поэтому я думаю что тут как-то даже необоснованно это проводить ну в принципе можно может быть сравнить с календарным методом плацебо то есть если тут 25-40 беременности как бы до в течение года то можно посмотреть другие цифры допустим контрацептивы там близится к там 0109 то есть принципе очевидно что контрацептивы будет защищать от нежелательной беременности да я приверженец что каждому свое то есть если же девушки нет постоянного полу партнера я нельзя рекомендовать контрацептивы потому что ей нужно защищаться от инфекции вот если это там супружеская пара и она планирует через год забеременеть ей нельзя рекомендовать спираль потому что она ставится где-то на 5 лет то есть тут нельзя сказать приверженность чего нужно конкретно смотреть для конкретного возраста для конкретного случая учитывая сочетанные какие-то заболевания цели и все остальное да дайте стерилизация стерилизация относится к необратимым методам контрацепции есть мужская и женская стерилизация женская стерилизация это перевязка маточных труб в принципе вот она разрешена женщинам после 35 лет у которых уже есть двое детей то есть принципе если женщина моложе ну как бы конечно у нас может в россии может могут сделать но как бы официально это не должно быть у мужчин это тоже присутствует это там семенные канатики но кстати мужчина может еще в течение трех месяцев быть способным к водотворению после этого после мужской стерилизации да давайте молодой человек да дело в том что ученые все пытаются то есть это должны быть таблетки которые как-то блокируют сперматогенез у них получается но оно необратимо поэтому и либо много побочных поэтому как бы в широкие круги но как бы да еще был вопрос да но принципе это было за неимением ничего лучшего но я думаю что но смотрите в принципе как бы на руси дам да то что я говорила но связано с тем что закислялась среда то есть считается что в кислой среде в принципе первые спермициды они были там первый спермицид который был придуман это было сочетание молочных кислот и еще то есть закисляли ну так сказать индекс перля наверное я не смогу но может быть в какой-то степени помогала вот но допустим как внутриматочной системой думаешь в полость матки введены какие-то нити то она действует сходным образом с этой спиралью современной то есть там достаточно эффективный да то и кто еще вопросы есть да что не существует стопроцентный беременности от сто процентов но вообще в медицине сто процентов дать очень трудно я хочу вам сказать что даже были случаи когда с перевязанными трубами женщина каким-то образом беременела поэтому сто процентов я думаю что вот есть женские презервативы даже там у меня была картинка есть женские презервативы то есть это я могу вернуть показать как они выглядят сейчас вот это нет самый надежный по суперля считается вот как вы видели это все-таки гормональные контрацептивы внутриматочной спирали если в принципе вот как раз насчет внутриматочных спиралей я не привержен с этого метода если уже стоит об этом вопрос лучше тогда содержащую гормон внутриматочную спираль да да ну презерватив мужской в принципе это мужской способ контрацепции но я я согласна да что я не говорила про вот необратимые методы контрацепции ну как бы тут чуть-чуть время ограничено поэтому старалась просто таки не так часто как бы она используется это кажется до украине хотя женская перевязка труб встречается как бы женщины зачастую особенно там если кесарево сечение у нее трое детей то она просит чтобы ей перевязали трубы это такое есть да если еще будут вопросы мы сможем отдать после лекции нас уже по времени перележали спасибо юмор да а э э э э э Субтитры создавал DimaTorzok